Здравствуйте! Здравствуйте, Николай Павлович! Здравствуйте! Николай Павлович, вспомните предвоенные годы. Как люди воспринимали нормализацию отношений с Германией, вот в 1939-1941 годах? Примерно года два, ну а полтора до точно, люди очень волновались, что будет или не будет война. То есть было ощущение какой-то надвигающейся войны, да? Да, точно. У нас там вот на нашей улице, где мы жили в Константиновке, там был маленький полисадничек такой. И вот в этом полисадничке все округающие, значит, полисадник люди, вот, особенно мужчины, ну, некоторые женщины приходили туда поиграть там. Но самое главное, приходили туда как обменяться духом. То есть вот это мнение о надвигающейся войне складывалось именно из частных разговоров между собой, да? Да. Общее мнение вот из этих, из третьих людей. Они были обычно всегда в субботу, в воскресенье, понимаете, вот такие, так они были заняты. А как Вы лично воспринимали происходящее? Ну, как тебе сказать, я еще был молодой, еще ходил в школу, вот, учился, но очень был любопытен, любопытен, значит, о чем говорят мужчины. Так вот, я ходил к своему отцу, там где-нибудь присяду с ним и слушал, что люди говорят. А как Вы узнали о начале войны? Вот какова была Ваша реакция и реакция Ваших близких? Значит, мать утром рано направила меня на, это самое, на железнодорожный вокзал. Там были большинство магазинов продовольственных, вот, взять, купить хлеба, вот, ну и я туда быстренько пошел, пошел быстренько. И смотрю, там на площади против вокзала стоял, значит, вот лампы были такие, вот эти, рупора, знаете, такие большие. И там играла такая тревожная музыка. И все рот разинули и смотрели, да, этот, значит, вот, рупор и ждали, что будет дальше. А слышали речь Молотова 22 июня? Да, и вот, значит, сразу там музыка проиграла какое-то время немного, вот, и потом, значит, Молотов, граждане России, значит, и началось его выступление. Сегодня немецко-фашистские, значит, войска взыроломно напали на Советский Союз. Началась война. И такой торжественный, значит, этот самый, нас не трогает, ну, музыка такая, значит, мы, в общем, и так далее. Ну, я забрал хлеб, пошел домой, вот, пришел домой, и матери говорю, что, мам, вот, да, она говорит, что ты так, вроде того, что уморился, у нас не было своего, это самое, как сейчас, вот, радио, там, телефона и так далее, и так далее. Она говорит, ну, что ж ты, сынок, дурачок, это же наша трагедия, это война, вот, так, она меня, как холодный, душа без дыра, понятно? Да, да, да. Вот так. Ну, и начала рассказывать, что может случиться с нами. А речь Сталина 3 июля, помните, 41-го? Да, и речь Сталина, я тоже помню, тоже как-то не просто специально туда ходила, все люди там, вот, на этих местах продавали продукты, вот, и люди там собирались, и уже даже на ночь остановились в очередь, вот, и так далее. Ну, и, естественно, у этого колокола слушали, значит, Сталина. Сначала Сталин примерно 3 или 4 дня вообще молчал. Вот, он, нет, и после уже того, как он проснулся, он начал говорить, ну, и говорил, вот, то, что, и так далее. Ну, естественно, он проиграл, на канун этого, вот, как раз, вот, дня был подписан, значит, соглашение о взаимном ненападении. То есть, это был обман со стороны, и Сталина, значит, ворак. Скажите, а когда вы и как призваны были в действующую армию? В действующую армию уже первый день, вот, когда я матери закладывал, уже в военкомате, и там, значит, у нас был хороший дворец культуры, вот, такой заводской, хороший. Вот, и в этом заводском был главный штаб по мобилизации. Там сидели уже с котомками и так далее, забирали, и тут же внизу, значит, были машины, они садили их и везли куда-то на определенный путь Бора. Ну, так, они говорили, что куда-то в это самое, в Донецк, а другие говорили, нет, не в Донецк, а в Краматорск, значит, вот, в такое говорили. Ну, а мне так думается, что их возили и туда, и сюда. А вы записались добровольно или по повестке? Это призыв в зале. Скажите, а в каких сражениях или операциях вам пришлось принимать участие? Вот что вы обороняли, освобождали? Так, значит, вот оборонительные и такие мероприятия, вот, после того, как уже даст призвание, это уже прошел ТПШ, это почти что полтора года прошел, потому что до этих самых учеников, которые кончили школу, вот, допустим, дядя, у меня еще не было 18 лет, а призывали только 18, как только вот сегодня 18, завтра тебя, все, раз, да, это самое, вот так. А нас, значит, тех ребят, у которых, да, действительно, вот со мной, которые учились, и были там, их забирали сразу без всякого и отправляли. А мы так сначала болтались, а потом нас, коров, мы гнали на запад туда, к реке Волги. То есть, когда воевали, вы не участвовали в обороне и освобождении каких-то городов? Нет, это же еще не война, я же еще не война обязанная, я, мне еще возраст не выходил. И когда мы пришли туда уже, вот, с этими, с коровами, там, значит, со скотом и так далее, там, подобное, там, в совхозе в Оренбургской области побыли, и тут уже так, вот, уже близко, понимаешь, там, 5, 6, 7 дней, и вот нас начали уже, ну, сначала мы там на работе были, вот, а потом нас уже стали забирать и отправляли сюда, на запад, вот, это, сейчас я скажу, вот, этот самый, там, там, такой, Елецк, вот, Елецк. В Елецке там хороший храм был, вот, в нем можно было, там были другие помещения, там, вот, религиозные, вот, в этих, значит, собирались, там, значит, сформировались, вот, и направляли в воинские части. Воинские части направили, а там нас сразу, в это самое, на, на военные занятия. Кали, бегом, марш. Вот вспомните, один или несколько, вот, наиболее ярких эпизодов, боевых, вот, эпизодов, какая минута, день, события были самыми, вот, трудными, тяжелыми или опасными? Понимаешь, честно говоря, что, вот, все это бытие было трудным, необычным, ну, ты представляешь, что это, значит, для молодого человека, который, значит, еще о войне, как следует, не знал ничего, и вдруг, вот, его тут призывают, а что с ним будет, и как с ним будет, это, мало кто, это самое. И вот, когда уже разместили по батальонам, ротам, дворам и так далее, тогда уже стало понятно, что ты уже тут, значит, в этом самом. Вот, и после этой, вот, тренировки, мы сразу пошли на Днеевку. Есть такая станция на железной дороге, которая идет с Москвы на, 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 на юг, Днеевка. Вот мы ее, там еще был какой-то небольшой городок, мы его, это самое, брали, ну, они там его не очень-то охраняли, Днеевку они хорошо охраняли. Ну, а говорите, ничего не освобождали. А? Говорите, ничего не освобождали. Вот вы сейчас сказали, что город освободили. Ну, это, Днеевка, это узел железнодорожный, понимаешь? Вот, вот он, и, и двигали дальше на Восток. Ну, лично, вот, я помню, значит, шли бы, там как раз местность такая, за Днеевкой, сырая, вот, уже осень, вот, и шли бы такой цепью, и вдруг такой снаряд, наверное, 50 или 60-миллиметровый, прямо в болото, вот, и мы тоже в это болото прятали. Мы хотели побежать, но там были люди немножко по дороге, имеется в виду, в смысле, и говорит, не надо бежать, потому что тут рядом, наверное, упадет еще один. И, да, действительно, такое. И вот мы грязные, такие, значит, выскочили, выскочили на дорогу, тут нас быстренько подобрали, и впереди была деревенька такая. Мы в эту деревеньку и вошли. И уже, значит, немцы освободили эту деревеньку, вот, они, наверное, причувствовали, потому что их, наверное, с боков, понимаешь, вот, с боков сжали, и они почувствовали свое, ну, такое не очень каретное состояние, и поэтому им пришлось, значит, бежать. Ну, а потом, уже потом, и дальше там, по-моему, мы окопы копали, вот, потом в это самое, в это самое, в одной части пошли на Брянск, а другая часть на, вот, из Брянска идет железнодорожный на юг, вот, и город Николаев, по-моему, какой-то, вот, я боюсь ошибиться, вот, и пошли. Ну, в Николаеве у нас он встретил здорово. Скажите, а какие вы имеете награды и за какие заслуги? Какие я имею награды? Значит, две красные, две красные звезды за боевые заслуги, медаль. Так, что еще? Да, вот это самое, как это, сейчас я положил, и вообще всех, вот, наград, значит, всего 32. А какая для вас особенно дорога и почему? Ну, как тебе сказать, наверное, все дорогие. Во-первых, вот, когда мы уже преодолели вот это же дорожное оболотно и пошли дальше, до восток, вот, там лесистая местность, она очень, ну, как тебе сказать, очень неприятная для и наступления, там можно хорошо выследить и так далее, потому нужно было очень так осторожно, значит, продвигаться и наступать. Ну, и помню такой случай утром, вот, мы там, значит, проснулись, вот, пришел какой-то офицер и сказал, значит, нашему командиру, что нужен хороший солдат, чтобы он был в дюрке и такой, значит, и вот эти самые сверлисты и, значит, телевизионщики или эти самые будут снимать боевые действия, вот через дорогу их надо проводить. Ну, мы на дороге дошли, вот, дорога вообще-то хорошая, шла с Брянска на юг, вот, и стали присматриваться, значит, откуда что идет. Ну, потом поняли, что тут только надо либо рыбком всем, либо по одному. Ну, ну, мы решили, что пополам, нас, значит, было человека 4 или 5, вот, и, значит, я выбежал вперед и сразу же там за этим самым, за, как он называется, вот, робчик, упал, ну, и все действовали таким образом, значит, все обошлось нормально, никого там не ранено, но зато они нам много, так, хорошо по руку дали, по дороге, по это они, по это самое, вот, потом этот самый ихний начальник, я не помню, по-моему, офицер сказал, ну, ладно, ребята, вы, я и там еще можете возвращаться, вот, вот, а мы пойдем, а вот так пригорок, пригорок, значит, там дальше, там у этого пригорка наши войска сзади заняли линию обороны, вам, говорит, уже там у вас свои дела, а у нас свои дела, и они спустились вниз и пошли. А нам-то ж надо вернуться назад, вот, и мы теперь знаем, что мы немножко поднялись наверх, то есть сменили место, и так же самое, сначала один, потом другой, значит, как только добежал до этого самого, до рывчика, сразу упал, вот, и он сразу выстрелил, как будто, ну, это самое, ну, все, пришли, командир наш говорит, ну, что, я вот подумал, что вы и не вернетесь, а вы молодцы, пришли, значит, нас похлопал по спиде, сказал, иди, вот, там, погужинайте, то есть, позавтракайте верли, это, вот, вот, и тоже будем думу-думать, думу-думали до полдня, и потом, значит, сами прошли вниз, вниз там такой спуск, и уже вот им не видно, понимаете, вот наш этот самый, и там, значит, под этим самым, по берегу этого рывчичка, там вода так небольшая, но грядная, мы прошли, прошли и перешли снова к своим. Скажите, а ваше отношение к войне, какое было, вот, на разных ее этапах, с какими чувствами шли на войну, с какими возвращались, была ли вера в победу, в правоту своего дела? Вот, понимаешь, я тебе хочу сказать, вот, значит, вот мы, значит, вот когда вот это удачно, мы без потерь, значит, взяли вот эту, значит, дорогу эту, и кого там, ну, нас не убило, все в порядке, мы считали, что это уже победа, и все время ему показывали, вот. Вот в начале войны Красная Армия терпела поражение, как вы знаете, и иногда говорят, что тогда было много дезертиров, вот правда ли это? Ну, как тебе сказать, были, естественно, и дезертиры, но дезертиры были разных мастей, ведь надо сказать, что советская влада не очень-то смотрела на ценность своих солдат, поэтому иногда большими кусками наших ребят там убивали. И вот это приносило людям такую, ну, как бы негодование, понимаете, то, что, мол, годят, как в водосаме. Ну, а вот успехи, кое-какие, конечно, они, безусловно, оценивались, оценивались, конечно, не тех начальников, которые там где-то, а вот наших, которые с нами здесь воевали, которые с нами руководили и так далее. Ну, и среди них тоже было немало людей, которые, ну, как тебе сказать, не очень обучены к тому, чтобы руководить людьми, при том, в войне. И вот, и что я еще вот хочу сюда добавить, что вот уже, когда мы пошли дальше, стало возникать вот такое чувство, такое чувство, что, значит, мы можем победить. Ну, вот солдаты там, вот я, допустим, ни водку не пил, ни курил, вот, а вот понятие того, что как-то надо объединяться, вот, как-то держаться друг к другу, понимаешь, уже это чувство возникало, что ты смотри за мной, а я буду за тобой. И в случае чего мы друг другу должны помогать. Особенно, вот, ну, мы же молодые люди. Вот у меня есть книжка, написанная полковником с этого самого, с учебной дивизии Москвы, убитые под Москвой. Вот там как раз очень характерно описано, что они действительно их, вернее, действительно не сумели использовать, как это, курсанты. Они уже были выпускники военных училищ, но для того, чтобы удержать, как говорится, наступление прохемника, даже бросили этих молодых ребят. Вот, а среди них не было, вот, тех ребят, которые, я бы тебе сказал, постарше, которые уже были где-то, вот, где-то, допустим, встречались уже, кое-какие навыки имеют, вот, в общем, дело. И вот, кстати, вот я не знаю, куда я делал, вот, есть доклад нашего министра обороны. Вот сегодняшний день очень много там говорится о чём-то, о танках, о самолётах, о тактике, об организации, об обучении и так далее и тому подобное. И вот я, когда читал, а после, потом думал дня два и понял, что это ошибка. Кроме всего того, что сказано, всё это нужно, всё это необходимые танки, пушки, самолёты, и, в общем, всё это, всё ясно, для борьбы это, безусловно, это успех для бой, скажем, но, чтобы вот среди солдат, которые наступают, допустим, или оборачиваются, должны быть люди более зрелого возраста, потому что вокруг них, вокруг этих людей, вот, либо там командира сбора, либо командира отделения, либо просто, допустим, там, пулемётчика, либо такого смекалистого, всегда солдаты, как говорится, кучкуются, как выражают, вот, тем, что они надеются на них, что они им поможут, или, имеется в виду, поможут своим опытом, своим авторитетом, вот это очень важно. Ну, как наставники, наставничество, наставничество своеобразное, да? Да, как наставники, но это наставники негласные, это принятые или воспринятые людьми самими, вот, это сама система, допустим, быть вместе, допустим, помогать друг другу, ну, дрелять, как себя, самому себя, понятно, и так далее. Вот это очень важно, посматривать направо и налево, значит, как действуют эти люди, действуют и молодые. Скажите, а были среди ваших знакомых вот люди, сомневающиеся в победе? Были, конечно, были, были. Дело в том, что, видишь, эти люди были, безусловно, ну, как тебе сказать, либо хорошо обученные, вот, и которые в победу уже не верили, понятно? Поэтому они так смотрели, что в случае чего, так надо, значит, спасти как-нибудь свою, это самое, шкуру, душу там, значит, и так далее. Это прежде всего, вот. Особенно, конечно, это владение оружием и умением воевать. Вот там, на Припяти, значит, был такой интересный, значит, случай. Немцы отступили за реку, туда. И там же примерно латырьки, ну, чёрт-то знаю, там метра, может быть, 300, 350, вот, вот таким, значит, сам, окопы накопали себе, там, значит, и готовы были, ну, естественно, конечно, это же надо было преодолеть эту самую реку, а потом пробраться сюда. И вот один, значит, такой, ну, мощный, такой, надо сказать, даже, может быть, и крепкий солдат, вот, может быть, и духом крепкий, и подготовленный, и плохо. Вот, когда утром росло, немцы открыли ураганный огонь, вот, а он оказался самым близким к немецкому окопу, и побежал назад. Побежал назад, ну, закон был такой, что оружие нельзя бросать, он, в общем, дотащил, ввалился в этот самый наш окоп, вот, там его, а закон был такой, что, вот, паническое отступление, паническое отступление, значит, оно, естественно, влияет не только на того человека, который организовал, вот, тогда, побег, вот, но и на других, безусловно, значит, и тут же появлялись эти самые, вот как тут у нас сейчас приставы, тут появился, тут как тут, значит, все, его зашкидкнул, и к стенке, и дочитал этот самый указ о смертной казни, и все, пошел на ветер. И к этому времени, понимаете, вот, проснулся нас командир полка, полковник Кадира, вот, и спрашивает, что тут за такой, этот самый шум, значит, что за, ну, ему вот так же, вот, товарищ полковник, вот, убежал с переднего края, вот, вот, тут, значит, ну, там, значит, уже нашлись люди, а, сейчас мы его, вот, в это самое деревню выведем, и там к нему, значит, устроим его, он так посмотрел и сказал, да нет, ребята, давайте разберемся, в чем дело. Вот он у него спрашивает, ты когда-нибудь вот этот племен с таком диском, значит, видел, когда-нибудь, впервые, ну, отстрелял когда-нибудь, да, стрелял, но плохо, значит, получалось, и так далее, и так далее, и так подобное. Вот, он так постоял, посмотрел, и говорит этому товарищу, представителю, вот, власти КГБ, значит, говорит, ладно, оставим его на денек, посмотрим, может быть, из него получится человек, понятно? То есть он своим участием не махнул рукой, что раз убежал, значит, самое, а сказал, оставим. Действительно, он встал, потом позвал меня и говорит, слушай, ты, вот, устрои ему эту самую, значит, часа на два, на три работу, вот, заряжай, стреляй, заряжай, стреляй, вот, чтобы он был уверен. Мы пошли там, овраг был, овраг, вот, начали заниматься, он, значит, стрелял, и, ты знаешь, он, честно говоря, так, вроде, значит, вроде он снова родился, и все, я ему говорю, ну, как же ты там испугался, ну, вот, испугался, я говорю, все, понятно, вот, весь ответ, вот, испугался. Я прихожу, пришли мы туда, к командирую, я, он спрашивает, ну, как, твой подчиненный? Я говорю, да, ничего так, ну, он, вообще-то, парень хороший, будет воевать хорошо. Все, я его беру в ординарсы. Ясно? Вот такой умный и смекалистый человек, понятно, сохранил человека. И я уже помню, уже после, значит, того, как я из этого подразделения перешел там в другое подразделение, вот, мы как-то с ним встретились, я в нее спрашиваю, по-моему, или Саша, или Саня, в общем, что-то, я спрашиваю, он посмотрел на меня, а, да ты учитель, все, мы теперь, значит, это самое, я говорю, ну, а как твой командир? Берегу, как с яицок, а, да, я спрашиваю, ну, при чем? А я говорю, у него ординарис, понятно? Ну, вот так. Скажите, а что вы знали осенью 41-го о положении под Москвой? Осенью 41-го, ну, во-первых, вообще-то были такие, понимаешь, такие разроденные факты, понимаете, вот, но часть людей, которые воевали вот на Финской войне, это же как раз было притык, вот, они были так как-то более спокойные, понятно, вот, ну, а остальные, вот, я знаю, у меня, как тебе сказать, Шурин, что ли, значит, муж моей двоюродной сестры, он говорит, да нет, значит, это не шутки, да-да, вот, такие, и, кстати, тут же их забрали, и тут же почти что через неделю или через две она получила, что Сашу убили, понятно? Вот это вот так сказывалось, понятно, это очень тяжелое, вот так. Ну, что еще было такое тяжелое? Ну, письма, которые нам присылали, вот, мои братья, сестры, вот, ну, и писали, они писали, что думали, вот, что здесь нечего, значит, там, забываться не на что, вот, скоро зима, ничего нет, значит, и так далее. И вот откроешь это письмо, и там пять-шесть страниц, а остальные все вытекнуты, власть держала цензуру, да? Да. Скажите, а как вы узнали о параде 7 ноября 41-го года на Красной площади? 7 ноября? Да, и речи Сталина. Не понял. Как вы узнали о параде 7 ноября 41-го года на Красной площади и речи Сталина? Это надо еще подумать, где я был тогда. Я на многих парадах был, но на этом параде не было. Ничего о нем не знали, да? Нет, ничего не знали. Скажите, а как вы узнали о начале контрнаступления под Москвой? Ну, контрнаступления, во-первых, это мы уже были на фронте, а там, знаешь, как там, значит, одни приезжают, другие уезжают, привозят, новые, да. Скажите, как солдаты на фронте восприняли приказ наркома обороны за номером 227, не шагу назад? Во-первых, честно говоря, вот, командиры, особенно старшие командиры, они не очень распространяются перед солдатами, я по поводу этого приказа. А слышали ли вы во время войны о заградотрядах? Еще как, я и сам чуть не попал туда. А расскажите поподробнее. Ага. Значит, я же уже был радистом, вот, и мой начальник радиостанции у командира полка, значит, спасал меня в тылы, вот, там какое-то село, называлось так, Королье болото, что ли, я точно сейчас не помню. Ну, вроде это, пойти и привезти новые аккумуляторы для радиостанции. Я говорю, так я, он мне говорит, а ты же солдат, ну все, значит, мешок на плечо, то есть на другой карабин, и пошел, пошел так, где-то было, ну, в общем, с утра, не будем гадать, сколько там, да, с утра. Я так потихонечку шел, справа и слева, значит, стояла уже постевающая рожь. Ну, я так шел направо, шел налево, значит, вот, и смотрю прямо, на встречу мне, значит, идут, и так это твердо разговаривают, значит, немцы. Вот, из этого Корольевого болота, ну, я быстренько, значит, там, небогущая, это самое, залез, прикик, посидел, значит, там. Они прошли, они вдвоем были, а я, кстати, один, так что у меня это было, встреча ни к чему. Потом я перешел с правой стороны, да, еще какая-то тропка была, я на эту тропку вниз спустился, и, естественно, как раз попал вот, где это самое, да. Я им говорю, что вот так вот, и так вот шли тут, значит, немцы. Ну, это тебе показалось. Ну, показалось, пусть показалось, все, пусть вам покажется. Скажите, а что вы знали во время войны о штрафных ротах и батальонах? Ну, как тебе сказать, вообще-то не очень. У них свои были командиры, у них свои были эти самые, их, значит, все время охраняли, вот эти самые, КГП, значит, и так далее. Вот, до встречи. Знаю только одно интересное, сидим мы в окопе, такой небольшой окопчик, вот, и слышим какой-то шорох снизу наверх. Ну, мы посмотрели, значит, после кто-то выбирается. Ну, мы так внимательно, значит, оружие свое, значит, взяли. Он, значит, вскочил туда и сразу говорит, все, дядь свою, как-то он выразился, вину, что ли, ну, оправдал вроде, понятно, оправдал. Мы говорим, так шо же, а откуда ты? А я вот с этой вот, значит, ротой, вот этих вот, значит, и вот, а левая рука у ее, нет, ее дом самого, этого самого, понятно? Это, а мы стоим и думаем, бедный человек, а выживет ли он? А, кстати сказать, перед этим нашего командира взвода, значит, везли несвижение на носилках. Хороший был, когда-то живу, да, вот, толковый, молодой, энергичный. А фамилию его не помните? Вы знаете, помню вроде же, Олегом его звали, вот, но точно, не знаю, молодой такой, энергичный. Отходил все к девкам на, это самое, медсамбат, на третий, вот так. И мы спрашиваем, а что такое? Ну, вот нашего командира. Ну, мы, это самое, в голову, это мы смотрим, он лежит на это. Мы спрашиваем, как машет головой, очень тяжело. Вот, это такие, понимаешь, ну, страстные вещи. Особенно, вот, мы сначала в это не обратили внимания, что, ну что, да, действительно, наверное, там пулю где-то получил. Но когда-то мы увидели, что у него в рукаве нет руки, вот, тогда мы поняли, чем он заплатил за это все. Скажите, вот, есть сейчас мнение, что на передовой никто не кричал за Родину, за Сталина. Вот, как вы знаете, это правда или нет? Было и так, это, вот, трудные моменты, особенно вот у тех, кто подневольно шел на эту борьбу, они, конечно, не трогали эту самую Родину и, наверное, про Сталина. А если уже они не вложили свою жизнь, то молча. Они, кстати, вот я напомню тоже такой случай, столько их набили, они около блиндажа лежат, там, значит, и, а мы проходили, там, нас всяк, 10 или 12, и вот они просят, убейте нас, убейте нас. То есть уже их жизнь не эта самая. Вот, ну, мы когда прошли, там, стали спрашивать, в чем же дело? Да вот, сейчас, вот, скоро придет, значит, это самое, значит, подгода, мы их заберем. Я говорю, ну, как же заберем, когда они просят, чтобы их убили? Ну, так это, они и просят, а мы их будем спасать, понятно? Вот так, вот вперед. Вот, и вообще-то был такой, собственно говоря, порядок. Вот мы с тобой друзья, вот, вот идем, допустим, в атаку. Вот меня, значит, здорово полотнуло, допустим. Я упал, и недвижимость. Ты не имеешь права остановиться и, там, оказать мне помощь и так далее. Ты должен идти вперед. Понятно? Вот так. Ну, потом уже так стало немного полегче, когда уже можно было и помочь. Вот сейчас есть мнение, что советские военно-начальники не заботились о сбережении жизни солдат. Это правда или нет? Ну, если не вся правда, то доля правды там есть. Скажите, а кого в армии считали наиболее выдающимися полководцами? Вот именно во время войны, вот на фронте. Ну, там их было много. Там первых полководцев. Вот. Ну, в общем, я лично, могу сказать, я этого самого Жукова не принимал, потому что я сам видел, как он стуковатой палкой бил командиров, значит, частей танкистов за то, что они не сумели ночью переправиться танки на другой берег. Вы сами это видели? Конечно, конечно, конечно. А где это происходило? Ну, это уже на реке, по-моему, Невесть. Там где-то близко к нашей границе. Скажите, вот есть мнение, что Жукова на фронте не любили и называли мясником. Вот это правда или нет? Ну, что я тебе скажу, что их два собакопада. Со Сталином, да? Конечно. Вот на фронте были люди разных национальностей. По вашему мнению, многонациональность это плюс или минус? Смотря какие, еще и национальные. Ведь были национальности, которые люди были такие же, как и русские. А были люди такие, которые вот так смотришь на него и думаешь, что погибнет просто так. Вот так, тьфу, и все. А возникали ли проблемы какие-то на национальной почве? Конечно, возникали. Конечно, возникали. Но они быстро командирами решались. А конкретного примера у вас нет? Вы не были свидетелем подобного? Да были у меня примеры, но я не хочу их опубликовывать. А повлияло ли ваше участие в войне на ваше отношение к религии? К религии? Да, кстати сказать, я еще когда в школе учился, вот, и дома наша семья не очень, ну, это самое, вдавалась, значит, в это самое. Ну, мать наша, конечно, Женька, женщина, безусловно, вот, всегда Бог поможет нам и так далее. Отец так воздерживался и не очень, это самое. Ну, а я, как побыл на войне, побыл на службе и считаю, что религия это уже пустой звук. Скажите, вот, что запомнилось из встреч с населением, вот, когда вы освобождали какие-то деревни, там, города, вот, как они вас встречали, что они вам говорили? Ну, надо сказать, во-первых, некоторые деревни были просто пустынные, заходишь, а жители ушли уже из этого самого, вот, уходили, особенно, вот, лесные, такие, находящиеся в такой, как говорится, глуши, там, и так далее. А, ну, некоторых, так, хорошо развитых, встречали, особенно уже ближе туда, вот, к нашей границе туда, вот, они с удовольствием встречали, угощали, молоком поили, даже, вот, по дороге идешь, они, вот, несут бутылки, там, или, там, ну, попей молочка, сынок, и так далее. Скажите, а в Европе вы воевали? Нет. Расскажите, а ваше отношение к врагу, вот, каким вы его видели? Вы, допустим, вот, была ненависть только к Гитлеру, или ко всем немцам, или вы их воспринимали, как таких же солдат, как и вы? Я ненавижу, как говорится, прежде всего, руководителей этих государств. А люди тут, можно сказать, почище ни при чем. Они принужденные люди. Скажите, вы выделяли национальности, против которых воевали? Вот, допустим, румыны, итальянцы, венгры, финны, японцы, или для вас это был просто единый враг? Да нет. Вот, например, были, значит, эти самые, румыны были, нам встречались, дальше чехи, были чехи, они хорошо относились. Относились они, кстати сказать, с нами сотрудничали, помогали, вот, и, значит, до самой их земли доходили и так далее, поподобно. А вот, остальных я просто не видел, потому что там уже такой фронт стал там, что не узнаешь. Скажите, а приходилось встречаться с пленными врагами? С пленными, да, встречался. А можете привести конкретный какой-то пример? Ну, вот, мы тянули связь, значит, там, с командованием дивизии, и возвращались назад, вот, и идут, и из леса, значит, два турецких волка, значит, другого поддерживают, скажем, оба ранены. И, значит, хорошо, так, не очень хорошо, но, по крайней мере, возьми нас с собой, понятно? Мы, говорим-то, зачем ты нужен? Ну, спасили, интересно. Ну, лучше тогда отведите нас, где вы собираете военнопленных. Вот, мы его привели и сказали, вот, возьмите вас, вот, еще этих самых. Скажите, а приходилось вам встречаться во время войны с власовцами? Или вообще слышали вы о них? Вообще я власовцев видел, но и дали. А лично с ними, как с солдатами и так далее, видел, как наши солдаты расстреливали их, это я тоже видел. Как к ним относились на фронте? Вот ненавидели больше, чем немцев, или относились так же, как к немцам, как к врагу? Наверное, да. Так же, да? Да, наверное, так. Скажите, что представляло наибольшую сложность в быту? И когда было легче воевать, летом или зимой? Ну да, вот в такую зиму попробуй повалевать. А в быту что представляло сложности? А, все. Потому что, вот я лично полтора года не находил в помещение, не спал никак. И, кстати, сказать, где-то там на западе залез на печку, печка топилась, тепло, хотел немножко прослаться, а он, сукин сын, попал в печку, и печка развалилась. Вот так. Вот вспомните оружие тех лет, вот боевое оружие, боевую технику. У немцев было лучше оружие, у врага, или у нас? Вот на равных ли шла борьба? Вы знаете, значит, наверное, все-таки в начале у немцев вооруженность была лучше. Вот. Особенно, вот, стрелковые и другие. А вот уже там, ближе к своей, там, родине, значит, когда они уходили домой, они уже были более, как говорится, неуверенны сами в себя. А вот расскажите о вашем личном оружии, вот чем оно для вас было? У меня личное оружие было, прежде всего, для охраны меня самого, вот, для охраны, значит, радиостанции, вот, когда я был радистом, когда связистом был и так далее. Вот, оно всегда было премьер, никогда я его не оставлял, держал с собой, вот, держал его. Вот, кроме этого, еще имел этот пистолет немецкий, вот, вот, нет, не Вальтер, а Шмайстер этот, вот, так что, ну, уже было достаточно. С какими развлечениями в минуты и часы отдыха приходилось встречаться солдату? Вот, может быть, какие-то концерты, выступления артистов? Ну, можно сказать, вот, уже в то время, когда мы начали подходить туда, к своей собственной границе, вот, то были, вот, кинофильмы показывали, дальше, дальше, показывали, значит, песни артистов, вот, пляски там и так далее, и тому подобное, при, конечно, хорошей атаке, там, начать и так далее, и тому подобное. Николай Павлович, как Вы можете охарактеризовать отношения между мужчинами и женщинами на фронте? Ну, такое, как и сейчас. А были ли женщины в Вашей части? Были, да, были. Вот, еще один вопрос. Водка и спирт помогали на фронте или мешали? Водку я не пил, ни спирт, ни водку не пил, не курил, вот, поэтому для меня это было безразительное. Путь что хотят, иногда только, вот, это самое, водки немножко в этот пузыречек возьмешь, для того, чтобы, там, помазать, это самое, тереть и так далее, и тому подобное, да. Вот скажите, цензура в то время мешала или вам было все равно? Мешала. Мешала. Вы были ранены? Да, был ранен и был контужен. А когда и где, можете рассказать? Значит, ранен был там вот за, в этой самой, вот я называл реку, был, значит, ранен. В открытой степи, вот, я сидел на карачках, вот, я был дежурный на станции, вот, и разорвался снаряд недалеко, придумал снаряд не артиллерический, а мирометный, вот, и кусок этого самого, вот, я попал сюда и вошел в рот. А кто и как оказал вам медицинскую помощь в тот момент? В полку, я уже в полку, был, значит, был фельдшер, старший лейтенант. Пришел мой друг и, значит, увидел, что меня за, это самое, за гневностевку, это самое, кровь потекла. И туда побежал в землятку командира полка, вот, и сразу его туда пригласил, он пришел, посмотрел, мне за, это самое, завязал это все, вот. Потом, вот, у немцев были эти самые фляжки такие, а на фляжке была черная такая баночка, вот, он мне налил эту баночку, значит, водки и сказал пей. Я говорю, так я не пью, я сказал, что пей, и все, будем спать, вот так, значит, ну, в общем, я выпил, и действительно, меня засунули там, куда-то на форе, блиндаш, там, запасной, наверное, такой, потому что ползком туда. И там, значит, так как я не пила, он мне сразу, ни боли, ничего, потом оттуда-то вытащили, посадили на санки и повезли сначала медсамбата, с медсамбата в АВАК-госпиталь. А вы не помните название этих медсамбатов и этого госпиталя? И где он находится? Так, я не знаю, там где-то за этим самым, за Речицей где-то. А кого вы запомнили из лечивших вас людей? Как? Кого вы запомнили из тех, кто вас лечил? Вы знаете, я запомнил женщину, которая делала мне операцию, вот, вынимала, он же вошел в рот, вот. И после того, значит, как я проснулся от этого, от наркоза, вот, она подошла, взяла мою правую руку, положила мне этот кусок в руку и сказала, от тебя, да, и скажи, сынок, спасибо, ты родился под френгийской звездой. Ну, потом я, там, надели, обули меня, все, как надо, у меня полушубок был, все, отправили. И вот я, кого не спрошу, уже при Женбянск, я входил в библиотеку, искал, искал, что это за френгийская звезда, и только через 4 года нашел, значит, в одном из таких собраний, вот, там было написано, французские гадалки. Французские гадалки. И вот там была френгийская звезда. Так вот, френгийская звезда была, это, значит, когда ребенок рождается, и с неба, значит, слетает звезда. Ее, значит, френгийская, это, значит, благополучная звезда. Вот, и, значит, с этим человеком ничего особо не случится, понятно? Скажите, вы были в плену или в оккупации? Нет. А знаете, как после войны относились к тем солдатам, кто побывал в плену? Знаю. И были ли такие среди ваших знакомых? Были. А можете привести какой-то конкретный пример? Ну вот, вот моя жена, вот. Видишь, вот на этом самом. Это моя супруга. Вот, она была в оккупации. Скажите, а что вы знали о союзниках Советского Союза? И ощущалась ли на фронте их помощь? Очень небольшую. А вы сталкивались когда-нибудь с полученными по ленд-лизу танками, самолетами, автомобилями? Нет, это не мое дело было. Мое дело было командовать, уже получил. А ели тушенку американскую? Да. Нет, не американскую. А какую? Аргентинскую. Аргентинскую? Да. И как она была на вкус? Ну, не плохая. Где и как вы встретили День Победы, 9 мая 1945 года? Вот что вы делали, что чувствовали в тот момент? Я был в военном училище. Клёброгух. Вот. И стоял на водохранилище. Там водохранилище. А наверху, значит, была устроена специальная площадка для ограды водохранилища. Понятно, что водохранилище, которое снабжает пол города. Да, значит, вот я там стоял. И смотрю, что на площади, а у меня видно, значит, на площади, там что-то люди собираются, что-то суетятся утром, значит, притом рано и так далее. А они ко мне подойти не могут. А меня только сменили. Так что у меня не было информации. Потом включился этот самый, вот тот, который я на вокзале, значит, слушал. И здесь, значит, в площади начал там говорить. Говорил, по-моему, кто же говорил, по-моему, молотом. А вообще хрень его знает. Ну, кто-то из них, что все, сегодня война закончилась. И тут как будто нарочно народ высыпался и пошел в центр города, на улицу Карла Маркса. И там до самого вечера, это самое, торжествовали День Победы. И мы ходили. Я смеялся уже со службой. И пошли посмотреть. Николай Павлович, вот вспомните советский кинематограф. Какой фильм о войне больше всего, лучше всего передает атмосферу тех лет? Вот отношения между людьми вашего поколения? Да, они сражались за Родину. А современные фильмы вы смотрели о войне, о Великой Отечественной? Вот именно игру современных актеров? Ну, она близко к войне, но не дожить у нас в войне. А вы можете привести пример какой-нибудь конкретный, вот такого лживого фильма, который не отображает ни капли от той атмосферы, которая была на самом деле? Это, мне как-то не приходилось это самое, я вот один раз посмотрел, больше я, если оно хреновое, я больше никогда смотреть не буду и слушать не буду. А произведения какого писателя наиболее правдиво отображают войну? Вот можете что-то посоветовать? Допустим, молодежи посмотреть, какой-нибудь фильм советский или какую-нибудь книгу почитать про войну? Ну вот я же сказал, они сражались за Родину. А книгу? А книгу, и вот я вам говорил, они были убиты под Москвой. А фамилия писателя какая? Не помню, а то надо посмотреть. Николай Павлович, вот что вам еще хочется рассказать, вот добавить ко всему сказанному, вкратце? Прости, как тебя зовут? Руслан. Руслан, за 80 лет, что я прожил, я 85 прожил, да? Не хочу сказать, что я опять все это сознательно. За 85 лет я много чего улетал. И много чего, ну, как тебе сказать, оцелил, понял. Во многом я укрепился сам, и сам теперь знаю, что хорошо, что плохо и так далее. Вот, и все это мне дало возможность всего к чему, что наша жизнь, жизнь нашего народа, вот, она устроена не совсем по-христиански, понимаешь? То есть она устроена без наличия народа свободы. Народ и там, и тут, и здесь никогда не был и пока еще не будет свободы. А это самое главное. Спасибо, Николай Павлович, за заседу. И еще я не доказал. И еще один побед. Это отсутствие социальной справедливости. Спасибо огромное за интервью. Спасибо.